Здравствуйте! В этом видео мы покажем технику выполнения хирургических швов. Для наложения швов необходим соответствующий инструментарий – иглодержатель, пинцет, игла и шовный материал. Иглодержатель фиксируют правой кистью, как ножницы. Указательный палец находится на поверхности бранш. Пинцет, которым фиксируют прошиваемую ткань, удерживают в левой руке. Для адекватной фиксации ткань следует захватывать максимально ближе к точке укола иглы. В данном видео мы будем использовать нерассасывающийся хирургический шовный материал. Данная нить гладкая, поэтому легко скользить через ткань, не травмируя ее. Она имеет систему раннего оповещения. Перед разрывом шовный материал перестает растягиваться, информируя хирурга о чрезмерном усилии. Прежде чем начать демонстрировать различные виды хирургических швов, мы разберем основной способ затягивания узла на инструменте. Сначала делаем шов. Далее по часовой стрелке наматываем нить два раза на иглодержатель. Захватываем свободный конец нити и протягиваем его в сформированную петлю. Еще раз длинный конец нити наматываем на инструмент и протягиваем короткий конец через петлю. Узел готов. Начнем с простого узлового шва. Его наиболее часто используют для закрытия после операционных ран. Простой узловой шов способен обеспечить хорошее соединение краев раны без образования мертвого пространства. Давайте разберем технику наложения данного шва. Извлекаем шовный материал из упаковки. Производим вкол иглы. Далее производим выкол в противоположном крае кожи. После этого иглу перехватываем иглодержателем и продолжаем ее движение по кривизне протягивая нить. Затягиваем узел. Узел при этом должен находиться у места вкола или выкола. Преимущество узлового шва в том, что он дает возможность моделировать параметры стежков в зависимости от формы раны. Качественно соединять края раны сложной формы. Обеспечивает прочную фиксацию при необходимости снятия одного или нескольких швов ряда. Недостатком узлового шва является необходимость точного дополнительного сопоставления краев раны перед наложением каждого последующего шва. Также минусом является продолжительность манипуляций. На образование петель каждого шва тратится много времени. В следующем мы разберем непрерывный обвивной шов. Его использую для соединения краев раны сложной формы при воспалительных изменениях соединяемых тканей. Шов накладывается длинной нитью от одного конца раны к другому. Вначале с одного края раны накладываем простой узловой шов, узел завязываем. Затем зашиваем всю рану, следя за тщательностью прилегания краев и натягивания нити после каждого стежка. Затем зашиваем unsett 색깔 манипуляций так и в детском выносите Субтитры сделал DimaTorzok Дойдя до конца раны, завязываем конец петлей, образовавшийся от неполного затягивания последнего стежка. Преимущество данного шва – относительная быстрота исполнения, простота манипуляции на основе однотипных движений. Недостаток в том, что при повреждении нити на любом участке полностью нарушаются скрепляющие свойства шва на всем протяжении раны. Возникает возможность нарушения кровоснабжения краев раны вдоль всей линии шва. И последний шов, который мы сегодня разберем – это P-образный горизонтальный шов. Его накладывают, если нужно приподнять края раны, используется на поверхностных ранах. Вкол производим на расстоянии примерно 5 мм от края раны. Выкол выполняем с противоположной стороны на симметричном расстоянии. Далее разворачиваем иглу в обратную сторону и повторяем движение. Завязываем узел и обрезаем концы нити. Преимущество P-образного шва в повышенном качестве – соединение средней части глубокой раны и небольшой тюрьдоемкости. Недостатком является возможность расхождения краев кожи с заживлением раны вторичным натяжением. Недостаточные гемостатические свойства. Данный шов противопоказан при глубоких ранах. Когда рана зажила, швы нужно снять. Захватываем пинцетом узел шва и легким движением тянем подкожную часть нити на поверхность. Хирургическими ножницами разрезаем нить. Шов удаляем. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки! Приятного аппетита!